Доброго дня, сейчас мы на этом местечку были Верховной Рады. Прояснила ситуация по подготовке сегодня штурма. Стурм здесь наплановался, но была Ведмина, потому что от обычной ситуации был снег. Большое количество машин не дошло до места. Я имею в виду, что они буксовали, автобусы буксовали, они их тащили, тут было все завалено. Поэтому они не смогли успеть скопить достаточно сил. Это вот то, что мы знаем по анализу. Небеспека штурма сохраняется. Потому что Порошенко, который полностью потерял до веры людей, его посипакам очень важно показать, что на законам плевать и что они будут действовать хотя бы силой. То есть если они не могут переизбраться путем до веры, путем осознанного выбора людей, они будут переизбираться, запугав поселение и засеяв все гречки. Поэтому им важно очень убрать даже вот такие островки сопротивления. Мы сейчас сократили немножко лагерь за счет той части, в которой был рух новых сил. Он покинул табер все месяц назад. И нам проще, конечно, оборонять эту частину. И плюс мы как бы показали символичный жест, что мы частично освободили лагерь, в связи с тем, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект про антикрупционный суд. Будет полный законопроект, если он будет хороший, если он будет в суд незалежный от президента, если будут выкинуты все хотелки его оттуда, будем продолжать дальше идти на кроки. А пока еще тыском никто ничего тут не сделает. Потому что хлопцев, да, тут мало, но все хлопцы, это хлопцы, которые прошли Лавайс, Дебальцево, это хлопцы, которые прошли Майдан. Если кто-то хочет задушить островок свободы наш, он должен быть готов к последствиям. Я думаю на увазе, что самозащита, активная самозащита, законная самозащита, этого никто не отменял. И я хочу, чтобы те люди, которые будут давать и которые будут выполнены злочинные наказы, добрые подумали. Потому что балаклава, это доброе, но когда вас придет президент Петримов в больнице, в пижаме, за то, что вы избивали людей и получили битвич, вам будет не очень хорошо, вас убедят все. Я думаю, что здесь не бабушки с семечками, легкой дичи здесь нет. Здесь бойцы, которые на Донбасс, здесь хлопцы, которые создают силы обороны Украины, с различных подразделов, Збройных сил, ветераны, ЗСУ и Носгвардии. Здесь вот приехали тячевские повстанцы. Я звертаю еще до людей, которые мне байдуже. Те, кто не может приехать зараз, прийти утром. Те, кто может приехать на годину, на две, приезжайте. Это будет доброе, хлопцам будет допомога. Кто может остаться ночевать, тоже приезжайте. Я буду тут. Володимир Парасюк сказал, что он тоже будет. Егор Соболев, я думаю, тоже сюда подтянется. Те, как люди, которые рассказывают, что они борются за народ, а сами молчат про «Октердам плюс», молчат про коррупцию, молчат про беспредел, ходят абсолютно безопасно, не страдают от нападений полицией, не терпят за людей, за народ. Я об этих политиках, об этих общественных организациях слышать не хочу. Я говорю только с теми людьми, которые реально, пусть в меньшинстве, но сейчас защищают нашу незалежность. Если не можете приехать сегодня, не можете остаться ночевать, не можете приехать утром, сделайте репост, распространите информацию. Дай бог, чтобы злочинные решения, которые зараз принимаются, были отменены. Потому что, по большому счету, большая часть наполисиантов, она понимает, либо члены их роды понимают, что здесь хлопцы не занимаются, извините, абы чем. Они хотят, чтобы держава родилась, они хотят, чтобы закон был один для всех, чтобы была висповедальность за злочины. Они хотят, чтобы фотоиня развивалась, чтобы мы шли в космос, он, как Илон Маск, запускал свою ракету, а не будували особостные маршруты Драгобыч-Милан по вывозу туда трудовых мигрантов. Поэтому мы не вступим. Если хотите разогнать, придите и сделайте. И отвечайте за последствия. Те, кто помогает, становится рядом, распространяет информацию, дякую. Тем, кому байд уже, я вам сочувствую, потому что, когда приберут хлопцев, придут за вами. Мы тут, буду приматы на звезду и лежать в курсе всех новин. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!